Меня зовут Софа Парамошина, и мы находимся на съемке программы «Вы поете великолепно». Мы узнаем все подробности. У вас такой загадочный проект, все о нем говорят, но ничего не известно. В чем его суть? Суть в том, чтобы люди, обычные, самые обычные люди разных профессий, попели немножечко песни, знаменитые, любимые всей страной в нашем караоке-клубе. Вот вы сейчас его видите. А в чем его может индивидуальность? Индивидуальность в том, что в каждой программе у нас участвуют две звезды. Они из вот этих, вот если вы видите там на заднем фоне участники, у нас будут стоять 8 человек. Они из этих 8 человек набирают себе команду. Чисто интуитивно. Они не знают заранее, как они поют. Они выбирают их по внешнему облику, по их харизматике, которые, да, энергии. Вот, потом они исполняют свои песни, зарабатывают определенные баллы. Баллы превращаются в денежки. И вот кто из звезд своей команды наберет больше всего баллов и денег, тот и побеждает. А вы? Игровая такая вот форма караоке. А вы бы сами хотели поучаствовать в этом проекте? Скажу больше. Я как один из создателей этого проекта. Мы уже даже в это поигрались, тоже попели. Тоже, естественно, все попробовали на себе, чтобы потом это здорово работало на людях. Расскажите вообще свои впечатления насчет этого проекта. Слушайте, ну, он называется «Вы поете великолепно». Значит, все люди, которые туда приходят, должны пить великолепно. Ну, или думать, что они так поют. Либо поднимать настроение своим пением. Я вообще считаю, что в России очень многие люди поют великолепно. И не обязательно в ноту попадать. Можно просто от души. Просто поднимать всем настроение. Что мы и делаем, в принципе, периодически, попадая в караоке. Удивительно. Очень положительные впечатления. Прекрасная программа. Молодцы создатели. Молодцы ведущие. Молодцы участники. Очень радостно я просуществовал. Получил удовольствие. И горжусь, что это наш российский новый формат, который имеет право быть. Мы все поем в караоке. Я с большим удовольствием побежал сюда, потому что я тоже иногда люблю петь в караоке. Я думаю, что многие тоже это любят. А вот вы сказали, что вы любите петь в караоке. Сколько обычно вы баллов там набирали? Я никогда не смотрю, сколько я набираю баллов. Я пою для души. Я не обращаю на это внимания. Но, видимо, в нашем сегодняшнем проекте, конкурсе это было важно. Но мне кажется, что, вот как пела прекрасная девочка, которая в моей команде, я ей дал бы прямо 100 баллов сразу. Но машина, она действительно, тимур сказал правильно, она бездушная. Поэтому мне кажется, что все-таки, когда люди вживую это оценивают, наверное, это более как-то эмоционально. Я сегодня прогуляла урок химии ради того, чтобы взять у вас интервью. А от чего вы отказались, чтобы участвовать в этом проекте? От обеда? Я ничего не отказывался, но мне кажется, что я наоборот что-то приобрел. От чего не отказывался. А по каким вообще критериям вы выбирали себе людей в команду? Ну, вообще, у меня интуиция, вот, кто работает, он не работает. Вот никогда так не бывает, чтобы я всегда попадал 100%. А мне показалось почему-то, что вот девушка, которую я первый выбрал, что она немножечко хитрила все-таки. Мне показалось, что она поет неплохо. Вот. Может быть, я ошибаюсь. Но, видишь, интуиция меня подвела. А вообще сложно находить общий язык с кем-то, именно из этой программы? Почему не сложно? Нет, все очень веселые, бодрые, любят друг друга, открытые, довольные. Что самое интересное из-за кулисы этого проекта вы можете рассказать? На самом деле, как хореограф, помощник режиссера-постановщика, я много чего интересного могу рассказать. Было очень смешно, когда на репетиции одной взрослой участницы, ей поменяли песню, она приходит на репетицию и очень невнятно начинает петь. Вот так вот, я говорю, а что с вашей артикуляцией, почему вы так поете? Она говорит, ой, такая песня быстрая, у меня же, говорит, челюсть вставная. И я, говорит, боюсь, что она вылетит, вчера купила суперклей. И сегодня, когда были съемки, и гости, звездные гости выбрали ее, в общем, выбрали, чтобы она вышла и спела, я просто молилась, чтобы челюсть не вылетела. Потому что, вот честно, у каждого свои проблемы, каждый заботится о своем. Поэтому, друзья, если вдруг у вас вставная челюсть или что-то еще не так, поверьте, вы не одни такие. У каждого свои, как сказать, загоны, если уместно это слово. Я так понимаю, что очень много было смежных случаев и проблем. Как вы их решали? Приходилось находить какие-то подходящие слова, потому что, пример проблемы, девушки, которая профессионально поет, у нас же здесь есть суперпрофессиональные певцы, есть любители, очень большой слой людей, которые просто для себя поют, и не поющие, как мы их называем, и сами себя они тоже называют. И, в общем, когда к тебе приходит профессионал, у которого уже сложившийся репертуар, она знает, что ей подходит, как ей двигаться, как ей петь, в чем быть, ей дают совершенно противоположную песню, которая безумно подчеркивает вокал, безумно подходит по голосу, по тембру. Но человек мне говорит, а я эту песню вообще не чувствую. Я вот таких людей, о которых здесь поется, я, говорит, их не уважаю. И я смотрю на певицу и думаю, боже, как мне с человеком, который вообще не понимает эту песню, сделать так, чтобы были мурашки. Приходилось находить какие-то определенные слова и, в общем, выкручиваться. Как мне ее замотивировать? В итоге все удалось, она спела на миллион баллов, и все довольны. А появились ли любимчики здесь? Да, у меня есть любимчики. И так проект устроен, что гости и ведущие, они, конечно же, не знают, кто из ребят как поет, из участников, кто из участников как поет, кто как двигается. У меня почему-то любимчики именно те, кто больше танцует и двигается, чем те, кто поют. Ну, потому что мне нравится картинка, я люблю наблюдать за этой яркостью выражения харизмы. Товарищи вокалисты, товарищи певцы, обращаясь к вам, пожалуйста, умоляю, когда вы выступаете на сцене, не забывайте, сцена, телевизор, это не только звук, как на радио, это картинка в целом. Пожалуйста, следите за тем, как вы двигаетесь, какая у вас драматургия номера, как вы выглядите, как вы перемещаетесь. Вот все эти нюансы создают общую целую картину вас, как артиста. Не только звук, но и душа, и эту душу нужно уметь преподнести и показать наружу. Вы вообще любите петь в караоке? Слава богу, в караоке я бываю редко. Для меня смотреть на человека, который плохо танцует, гораздо приятнее и радостнее, чем слушать, как человек плохо поет. И когда я хожу в караоке с друзьями, такое иногда случается, я сижу и грущу все время, когда кто-то поет, но зато, знаете, в переходах между песнями играет какая-нибудь супертрендовая зажигательная музыка, и я на эти 15 секунд встаю, танцую, и мне хватает, и потом опять сижу и грущу. Вот так я хожу в караоке. А вы хотели бы здесь поучаствовать, как конкурсант? Честно? Очень. Мне очень нравится этот проект. Он настолько народный, настолько близкий к каждому. Я думаю, что множеству людей он откликнется. И меня зацепило в том числе, что я танцовщица, захотела спеть здесь, на этой сцене. Ты вообще единственный ребенок в этом проекте. Как ты себя ощущаешь? Ну, в принципе, нормально. Не страшно, что вы все такие взрослые? Да нет. А страшно было вообще выступать? Ну, сначала было немножко волнительно, а потом нормально. Вообще нет? То есть, ну, как бы, может быть, колени тряслись? Нет. Может быть, было что-то смешное, когда ты выступала? Было смешное, но надо было сдерживать смех, потому что нельзя было сменить себя. А как ты сдерживала? Может, лайфхаки какие были? Да нет, просто пыталась сдерживать. Ну, это же сложно. Как это у тебя получилось? Я же артист. Какую песню ты пела? Мама Газманова. А ты в караоке поешь? Ну, очень-очень редко. А тебе нравится вообще в караоке петь? Ну, да. А сколько баллов ты там обычно набирала? Или не смотрела? Не смотрела. Что самое главное в подготовке к выступлению? Самое главное — это настрой. Настрой должен быть на победу. А как вы себя настраивали? Я всегда говорю себе, что я самый лучший. И это же говорят мне мои друзья и ценители моего творчества. А что сегодня было в выступлении самого страшного? Самое страшное было стоять очень долго. На каблуках? На каблуках. Потому что меня заморозили. И затем было страшно уже не упасть. И было страшно то, что мы не успели отчекаться. И получается, мы не услышали некоторые ноты, которые мы пели. Было страшно налажать, было страшно подвести команду, наверное, так. У вас было вообще волнение? Было, да, насчет звука, наверное. Ну, только насчет звука. А как, может, вы справлялись с этим? Делала дыхательную практику, пока стояла. И старалась сосредоточиться, сконцентрировать свои мысли на чем-то другом. Не на телесных ощущениях, а на происходящем вокруг. Что было самым волнительным сегодня? Стоять на каблуках и не упасть. Потому что нас с моей коллегой, которых отобрали самыми последними, нам пришлось выставить всю программу на 10-метровых шпильках. И, честно, это было, я вам покажу, мне кажется, наша звезда, я не знаю, можно ее еще называть, или это и пока тайна, можно. Надежда, мне кажется, просто сжарилась такая, номер 7, я была номер 7, иди, пожалуйста, посиди, просто отдохни. Потому что действительно, когда софиты, проекторы, волнуешься и стоишь на каблуках и пытаешься быть постоянно в этом образе покер-фейса, потому что я по жизни такой, а ты им должен стоять, а не шутят, а тебе не смешно. И поэтому это было сложно, держать лицо, стоять красиво на каблуках, быть в образе. Вот вы сказали, что вы волновались, как вы с этим справлялись, как вас не было, было ли какие-то, что это помогало? Я пела в голове рандомные песни, честно. У меня была просто, у меня грустная песня по образу, это Дубцова о нем. И я такая, чтобы не уходить из образа, чтобы не волноваться, я просто пела рандомные грустные песни в своей голове. И вот такая, думаю, главное потом Дубцову не забыть, а то вообще... А что было самого страшного на прослушивании? Девочки думают только об образе. Вот я из-за того, что, наверное, у меня долгий опыт вокала, не знаю, выступлений, с музыкой, и с песней, и с голосом мы как-нибудь разберемся. Но вот ходить по скользкой сцене, на шпильках, и... А вдруг упадешь? Я уже даже думала, так, если я падаю, надо эффектно падать. То есть ты это продумываешь в голове, потому что это же эфир, и это 100% оставит. А сколько лет вы занимаетесь вокалом? А, я думаю, я... Честно, уже и не счесть. Наверное, больше, чем ты по возрасту. Но у меня есть профессиональное музыкальное образование, ну и до этого, естественно, я пела, естественно. Вузы, студенческая весна, вот это вот все, мне кажется, через это проходит любой студент. А почему вы решили участвовать в этом проекте? У меня вообще какое-то кастинговое лето. Кастинговое, если есть такое слово. Лето получилось, и я увидела этот проект. А еще, это был забавный факт, я смотрела, я не знаю, можно ли называть этот проект «Выжить в Дубае». Другой проект на другом канале. И мне очень понравилось, как Серябкина, Батрудинов. И я просто что-то читала про них, информацию какую-то, и увидела новость, что они будут ведущими в новом шоу вокальном. И я такая, так-так-так-так-так-так, Леонора, а что это у нас за шоу? И мы там не участвуем, быстро ищем кастинг, быстро идем. Вот, поэтому я просто, просто вот все сошлось, реально. Я просто смотрю один проект, мне нравятся персонажи, потому что я, ну, в любом случае, ты когда следишь за артистами, за ведущими, ты вроде бы вот они. Но когда они в твоей стезе, а-ля музыкальной, ты думаешь, о, это уже интересно. И тем более, я так понимаю, это первый сезон, а в первом сезоне всегда интереснее, потому что есть интрига, и это прекрасно.